107 маршрут возобновил свою работу автобусами большой и средней вместимости. На сегодняшний день, пока, вот сегодня на линию выехало 3 автобуса 1 класса, 9 или 10 автобусов средней вместимости. Если честно, поговорить с водителями, с теми, кто работал раньше на спринтере, на эталоне, желания сесть туда уже у него нет. То есть, когда он поработал на этом, ну, это, во-первых, удобство вождения. Мы работаем на новых автобусах, которые нам приехали из Норвегии. Автобусы комфортные, для пассажиров есть климат-контроль. Также зимой тепло, работают автономные печки, которые сами управляют подогревом салона. Место водителя комфортное, доступное. Сидение здесь пилот, можно регулировать под любого человека, под маленького, под большого. Удобно, видно, очень хорошо салон. То есть, контролируется ситуация, происходящая в салоне. Еще немаловажно, есть подогрев сидений, есть подогрев спины. Профессиональная болезнь водителя – это спина, шея. Работать в разы легче. Интервал движения между автобусами от 11 до 14-15 минут. При восстановлении нормального пассажиропотока на данном маршруте оно должно будет работать в общей сложности порядка 18-22 единиц. Что позволит обеспечить работу с интервалом в пиковое время порядка 5 минут. Упор будет делаться только лишь на автобусы большой и средней вместимости. Это и программа городского совета. Вот вы видите, что на основных таких магистральных маршрутах идет укрупление подвижного состава. Мы ее двумя руками поддерживаем, потому что, ну, наконец-то появилась возможность развиваться. Я очень рада, что вышла, потому что я ездила на левый берег двумя маршрутками, это очень неудобно. Вышло больше автобусов, больше места, комфортабельно. Огромный, большой такой, первый раз еду в такой. Это хорошо, потому что утром, особенно когда все на работу едят часто, такие тапки, то большие нужные. Ну, оно в лучшую сторону идет за остальные роки. Новый автобус – это очень прекрасно, очень сручно добираться. Люди давно просили, особенно вот 107 маршрут. Раньше я работал на 91-м на автобусе. Люди просили, нам бы на 107 такой автобус комфортный. Новый мэр приложил к этому свои усилия. Новые троллейбусы, новые автобусы. То есть есть изменения. Все сдвинулось с мертвой точки. Я думаю, со временем будет лучше, лучше и лучше.